Всем привет! Показываю свой цветник. Как говорится, новости из цветника. Хорошо, что не бойки из склепа, как в известном произведении. Итак, я посадила каланхуи в плоскую, широкую посудинку. В ней пробили дырки, 5 штучек, на объем всего этого вазона. И получилась вот такая клумба. Белый, правда, каланхуи увидают у него цветочки, но я надеюсь, новые все-таки появятся. А эти вполне еще в цвету. Правда, я хотела оранжевый и красный посадить по разным углам, но так получилось. Потом только заметила, но уже не стала их выковыривать и пересаживать. Самые пышные здесь, я смотрю, как желтый себя чувствует. Ну и остальные, в принципе, тоже неплохо. Даже и белый, я надеюсь, новые цветочки на нем еще появятся. Так, идем дальше. Ну, для начала покажу вам приобретение вчерашнее. Сегодня 8 апреля, вчера, соответственно, 7 апреля, воскресенье мы были на природе. И вот это розмарин из мансератских, как говорится, кустов. Я его посажу к своему можжевельнику и посмотрю, что будет. А это герань дикая. Ее называют луговая герань или лесная герань. Ну, хочу попробовать посадить ее тоже. Так, давайте посмотрим за цветами, которые уже растут, как говорится, достаточно комфортно для себя в условиях. Сейчас я займусь поливом с помощью льда цикламена. Он у меня вчера, у них у всех, был, как говорится, отдых от процедур различных. И он не получал свою порцию льда. 7 кубиков льда у меня так заведено. Ну, я смотрю, он довольно сырой, потому что вчера был дождь. Так что я думаю, что влаги у него достаточно. Ну, посмотрю сейчас в течение дня. И если сейчас тоже пасмурно, 13 градусов тепла. Если будет, ну, соответственно, как будет меняться погода, я всегда за этим слежу. Мой график полива таков. В зависимости от требований во влаге того или иного растения в данный момент. А не так, что, допустим, сегодня пятница, я там всех поливаю или там еще чего-то. Но удобрение я, когда вношу, да, это я планирую раз в неделю. Или согласно инструкции на упаковке удобрения. Вот. У меня гвоздика, гортензия и цикламен составляют такую композицию. Дальше у меня идут декоративно-листные ящички. Дальше идет вот этот кустик. Сейчас перейду туда. Так вот. Это у него такое большое кашпо, а горшочек там довольно маленький. Я впоследствии посмотрю, стоит ли ему расширять место для корневой системы. Как известно, цветы в большинстве своем любят. Обильнее цветут, охотнее растут в не очень просторных горшках, если они сами не очень большие по размеру. Потому что в таком случае силы растения не тратятся на заполнение пространства горшка, а идут на то, чтобы формировать стебли, листья, цветы и так далее. Если бы это был корнеплод, конечно, тогда стратегия его выращивания была бы другая. Пожалуйста, герань. Луговая герань немножко похожа по цвету на эту. Вообще, эта герань изначально... Она вот такой сейчас у нее розовый такой... Именно какой-то луговой цвет, но она была немножко другая. Я еще пока не поняла, то ли она поменяла цвет, то ли просто еще другие цветы надо подождать. Там будет видно, какого конкретно она цвета. Так, это моя филаргония. Герань, как говорится, культурная. И сейчас она в виде черенка посажена в землю. И посмотрим, даст ли она корни. И герань луговой я планирую воткнуть сюда же. Места здесь достаточно. Здесь, на этом хозяйственном окне, рядом со швабрами, у меня экспериментальный такой горшок с авокадо. Я думала, он уже пропал, но срезала верхушку, и там живой стебель. Не знаю, как на ветке образуются или нет. Тоже довольно просторный горшок. Поэтому я еще и сюда и можжевельник засунула на проращивание. Посмотрим, что из этого будет. И добавлю сюда розмарин монсерратский. А можжевельник барселонский. И на этом маленьком окошке у меня лаванда и толстянки, денежные деревья. Тоже в маленьких горшках. Как видите, горшок вот у того, просто очень маленький. Поэтому он свел. Говорят, застройство и условия. Эти молли-суккуленты имеют очень маленькую корневую систему. За исключением тех случаев, когда им нужно пробиваться через камни. И они могут пустить длинный-длинный корень между камнями. Для того, чтобы достичь плодородного слоя почвы. И лаванда. Посмотрите, она цветет. Настоящая лаванда. Как говорится. Использовать ее можно в лекарственных целях. Или в парфюмерных. Кому как нравится. Я растерла листик, понюхала. Ну, соответственно, запах лаванды. Это здешняя лаванда. А это здешняя лаванда, купленная в магазине. Пахнет она резко. В отличие от крымской лаванды, например. Вот. Ну, все-таки. Лаванда, она и есть лаванда. Лаванда приятное, полезное растение. В общем, у меня все. Встретимся, как говорится, в моем. Цветники. Ну, пока. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok